здравствуйте арсений селезнев зверовой пробурил вот такое отверстие вот таким вот коронкой так называемой коронка была без центрующего пура и бурил я по кругу ну то есть это без боя без боя сверлением чисто на сверление здесь без щебенки так что можно вот такой вот отверстие где-то там видно выход вот да теперь можно протягивать трубу это у меня штукатурка сразу по я выкопал яму лишь поштукатурил по земле здесь небольшая проволока по моему 06 миллиметров вот еще местами видно вот она не заканчивается и получилось у меня такое кольцо в земле по размеру тут у меня труба проходит вот она канализационная поэтому здесь вот такое вот получилось не слишком ровная но и тут тоже получилось не слишком ровно из-за корней всяких неровностей и всевозможного всего хотелось бы конечно сделать было более ну в общем с бортиком таким чтобы можно было сюда люк ложить но люк получился бортик только в этом месте штукатурка называется торк ретирование или терк ретирование по-разному называют ее но фокус в том что можно коронкой сверлить без без центрального направляющего чуть-чуть на угол сделать и одним углом поддерживать вот такая вот яма там дальше она соединяется и дальше будет идти вот эта труба водопроводное месте с отоплением отопление уже завернута того а эта труба будет в одинарном откуда услышали мой голос и это сразу как-то взбадривает или поощряет думаю что я что-то принес червячка хорошая вещь но только если это по кругу небольшая небольшое такое отверстие за кольцо такое сделать а если оно большое она уже начинает обваливаться обрушаться так что большие не делайте пользуясь штукатурки делайте небольшие где-то тут метр метр с чем-то подпишитесь на канал арсений селезнил зверобой смотрите обновление это было у меня проводка водопровода бурение с помощью сверления с помощью перфоратора коронкой и естественно то обзор ямы какая получилась пока